В новогодние каникулы жители деревни Яноша и Чебоксарского района получили подарки сомнительного содержания. Подробности этой странной и запутанной истории в нашем репортаже. Сами того не осознавая, жители Яноша и родной деревни главы Чуваши могут стать участниками непонятной авантюры и даже героями провокационного фильма. Все началось с того, что у одного из магазинов населенного пункта 8 января в день рождения Михаила Игнатьева неизвестные молодые люди стали раздавать якобы в честь этого события подарки, а именно бутылки водки с портретом известного земляка. От подобных презентов, к которым именинник отношения никакого не имел, некоторые отказывались, а некоторые охотно брали ничую какого-либо подвоха. Стук в дверь. Сюда. Выхожу. Двое ребят немножко уже отошли. Ребята что-то хотели? Вы знаете, сегодня праздник в деревне, потому что у Игнатьева день рождения. И вот мы раздаем подарки. Показывают бутылку. Там портрет Игнатьева. Я им прямо так и сказал. Меня содержимое не интересует, потому что здесь в деревне все знают, что я не любитель этого. Меня интересует обложка. И вот я поэтому взял. И потом они когда уже вышли, тогда дошла. Почему водка-то? Кроме того, все происходящее. Молодые люди снимали на видео и просили от Дарина их сказать на камеру поздравительную речь. Так называемую акцию щедрости прекратил глава Янушского сельского поселения. Я сразу спрашиваю, чем вы занимаетесь? Они мне сказали, ничем. Я говорю, а почему тогда водки дарим просто так? Мы говорим, хотим, имеем право. Вы запрещать не можете мне. А у вас лицензия здесь или что? Говорят, нам лицензии не надо. Они говорят, я говорю, а я говорю, может вы народ спаите, а может травите еще? Говорят, не знаю, какая у вас водка. Выяснилось, что распространением водки занимали сразу несколько групп. От настойчивых расспросов главы поселения молодые люди попытались уехать на автомобилях. Дальше события развивались как в боевике. Номера машин руководитель поселения передал правоохранительным органам. По рассказам очевидцев, одна из машин даже съехала в кювет, пытаясь уйти от преследования. Сделать этого не удалось. Водку изъяли на экспертизу. Сейчас правоохранительные органы по данному инциденту ведут проверку. Впрочем, цель дарителей с видеокамерами понятна и так. Вероятно, отснятым материалом молодые люди планируют пополнить ряд провокационных видеороликов, которые гуляют по интернету. Только в этот раз главными героями по задумке авторов, судя по всему, должны были стать ничего не подозревающие о своей роли люди.